Почему мы решили все-таки вставить меня между двумя специалистами, доктором Баффом и Сашей Левантин? Чтобы немножко рассказать о тех проблемах, которые сейчас существуют в России и вообще в регионах. Потому что очень хочется, конечно, чтобы в каждом регионе такие дети, как Диана, имели возможность иметь все оборудование, чтобы они могли путешествовать, чтобы у них было все технические средства реабилитации, гастростомы, еда в эту гастростому и так далее. То есть в Москве мы, к счастью, пока можем этим детям давать такую помощь, а в регионах такого нет. И очень хочется, чтобы помощь эта была. По поводу количества детей, которые на сегодняшний день вообще есть в косписе. 80 детей, даже 92 уже ребенка на аппаратах ВВЛ, и 40 из них на инвазивной вентиляции, остальные на неинвазивной вентиляции. И большинство детей, которые находятся на инвазивной вентиляции, они попали в дом с маяком, потому что они уже были в кризисной ситуации, потом реанимация, кто-то из них в коматозном состоянии после этих всех событий, к сожалению. И ребенок, который имеет очень хороший интеллект, в результате он переводится на аппарат ВВЛ, и очень часто потом пребывает на аппарате ВВЛ, инвазивная вентиляция, еще в вегетативное состояние. То есть это вообще абсолютно грустная история, которой не должна быть. Когда пошла программа респираторной поддержки, и когда вот появилась Саша, у нас очень мало детей, которые сейчас идут к нам на инвазивной вентиляции. Есть другая проблема. Есть проблема с тем, что есть группа детей, у которых спорный вопрос вообще проводить вентиляцию или не проводить вентиляцию. И это такая этическая дилемма, когда, допустим, ребенок с органическим поражением ЦНС или в терминальной стадии онкологического заболевания, и он попадает на аппарат ВВЛ, опять же. Мы таких детей тоже забираем домой, и мы абсолютно не радуемся из-за того, что мы продляем им плохое качество жизни. И на самом деле, работая с такими детьми, выгорают сотрудники в реанимациях и в палеотивных службах. И вопрос, конечно, палеотивной экстубации, он в России стоит очень остро. То есть если все-таки ребенок не имеет, скажем так, головного мозга, да, и вообще у него вегетативное состояние, вопрос, чье качество жизни мы вообще улучшаем. Вот что мы делаем вообще с ребенком. И, конечно, вопрос лучших интересов ребенка и вообще вот применение вентиляции, он очень остро стоит в России тоже. Поэтому, если мы хотим все-таки это направление развивать, и нам нужно его развивать, потому что пациентов очень много, и мы не знаем вообще, какое количество на самом деле сейчас в России нуждается в этих аппаратах, в инвазивной, неинвазивной вентиляции. Мы не можем даже государству сказать, сколько нужно денег для того, чтобы оно закупало, и государство пока не торопится вообще в принципе это делать. И вы знаете, что был такой большой запрос от государства сказать все-таки, сколько денег же стоит вот эта, по крайней мере, инвазивная вентиляция, потому что это очень дорого, и все говорят, что если мы вот забираем ребенка домой, мы должны купить, значит, и сам аппарат, откашливать или там кучу там оборудования, плюс еще каждый месяц нажать расходкой. И вот в Москве, когда посчитали все-таки, насколько это экономически целесообразно будет для государства, получилось, что если бы из московских реанимаций забрали того 21 ребенка, который вот рассыпан по всем этим реанимациям домой, то Москва сэкономила бы в бюджете у себя 185 миллионов только вот на этом переводе. И это те деньги, которые могли бы быть потрачены вообще на пребывание этих детей, на закупку каких-то там дополнительных вещей, плюс еще на закупку другого оборудования. То есть на самом деле, когда чиновники говорят, что это очень дорого, в целом для государства это намного дешевле, потому что это пребывание на дому. И если вы будете говорить с чиновниками себя в регионах, вы, пожалуйста, возьмите публикации, которые вот у нас есть по этому поводу, там все четко прописано, и вот эта выгода для государства, она прописана тоже. Ну а мы как люди, как палеотивные специалисты, мы, конечно, должны думать о качестве жизни ребенка в первую очередь, возврате его в семью. И вопрос еще часто стоит о палеотивном пути, когда, в принципе, ни родителей, ни мы не хотим проводить вентиляцию. И это, конечно, право родителей, и закон нам сейчас в России дает право не начинать вентиляцию. И этим правом нужно абсолютно четко пользоваться, и если у ребенка есть консилиум об инкурабельности, и специалисты прописали, что у него прогрессирующие, достоверно установленные, неизлечимые заболевания, и родители согласны не проводить вентиляцию, то мы, конечно, должны их поддержать в этом решении и дать возможность ребенку спокойно находиться дома без этой искусственной поддержки. Значит, что касается вентиляции ИВЛ и НИВЛ у детей в детском хосписе, я вам покажу еще те заболевания, которые сейчас у нас, неправильно сказала, значит, детей, с какими заболеваниями дети у нас вентилируются сейчас дома. И основная масса, это если вот инвазивная вентиляция, это как раз СМА-1, те дети, которые к нам пришли уже из реанимации, будучи на аппаратах ИВЛ. И многие родители, которые сейчас находятся, чьи дети сейчас находятся на инвазивной вентиляции со СМА-1, говорят о том, что, может быть, они даже не приняли такое решение, если мы им вовремя все объяснили, рассказали, и если бы действительно была возможность какой-то другой вентиляции или вообще ее не проводить. Кроме того, вот есть несколько детей онкологических, и есть ребенок, которого мы, например, забирали из Казахстана, и там ей ставили трахеостомы, и родители очень хотели там всеми способами, методами там опухоли головного мозга продолжать вот эту искусственную вентиляцию легких. Есть ребенок, который попал в реанимацию, тоже, в принципе, это было желание именно родителей провести вентиляцию, в реанимацию, и ребенок, опять же, на аппарате ИВЛ, мы его тоже забрали домой, потому что в результате, когда родители вот, ну, видят, что они наделали, что они сделали, некоторые из них понимают, что они все-таки все равно не хотят, чтобы ребенок жил в реанимации, они хотят забирать его домой. Пусть на аппарате ИВЛ, и мы вынуждены тоже принимать их в сторону и забирать ребенка домой, потому что для всей семьи, конечно, это лучше, хотя это не самая лучшая история, в принципе, которая может быть. Последствия травмы. Есть у нас тоже таких несколько детей, и одна из девочек находится на инвазивной вентиляции, и она сейчас вышла из Кумы. То есть это была автомобильная авария, она довольно длительное время вообще была без сознания в Куме. Сейчас из-за того, что у нее был перелом шейного отдела позвоночника, соответственно, у нее весь нижний отдел не работает, вот, но она пришла в себя, мы ее даже отдали в школу. Она у нас путешествует, разговаривает, мы очень этому рады. Значит, у нас есть два ребенка с синдромом Мундины, у нас есть такая, ну, большая группа детей с мышечными дистрофиями, эстениями, миопатиями. Есть два ребенка грустных лучей, опять же, с нейродегенеративными заболеваниями, которые находятся на инвазивной вентиляции легких. И, опять же, это та история, когда все-таки надо предлагать родителям, конечно, наверное, как-то более настойчиво работать над объяснением, почему все-таки не нужна вентиляция ребенку с нейродегенеративным заболеванием, да, потому что идет все-таки разрушение головного мозга, судороги, то, что, Саша потом чуть-чуть подробнее расскажет про это, то, что мы видим, это все-таки плохое, ужасное качество жизни, мы сами переживаем и ничего сделать не можем уже в этой ситуации. Значит, есть дети с органическим поражением ЦНС, БЛД, и есть несколько детей с генетической патологией. То есть, в принципе, вот вся эта группа детей, это очень спорная группа на самом деле, и, наверное, если мы будем нормально развивать службу респираторной поддержки в России, то вот детей в этой группе будет становиться все меньше и меньше, если будет хорошая палеотипная помощь. То есть, если мы будем подхватывать этих детей рано, объяснять, что есть там выбор пути, почему все-таки не нужна вентиляция, мы не будем бояться это делать, то, наверное, все-таки качество жизни детей будет лучше, потому что тупое продление жизни, оно, ну, вообще никому не нужно, да, вот, продление мучения. Что касается неинвазивной вентиляции, значит, у нас есть, вы видите, большинство детей со СМА-2 и, опять же, с мышечными дистрофиями. Синдром Удины с МА-1С и миопатии. То есть, вот эта группа, которая действительно позже приходит к вентиляции, и она может жить дольше, и все-таки неинвазивная вентиляция, это более, мне кажется, мягкая и качественная для пациента, способ вот поддержки, чем инвазивная вентиляция. И, опять же, решение, конечно, должны принимать родители совместно со службой. И специалисты вообще хотят или не хотят они проводить вот эту вентиляцию при определенных заболеваниях. И есть у нас дети, например, взрослые же, которые отказываются, в принципе, у нас был мальчик с миодистрофией Дюшина, который был категорически против вообще любого вида вентиляции, в том числе неинвазивной вентиляции. В принципе, он ушел без вентиляции, и это был его выбор. То есть, ситуации могут быть абсолютно разные, и я к чему это рассказываю, мы как врачи, мы должны слушать людей и их желания. То есть, если человек не хочет продлять собственное мучение, то, мне кажется, мы, конечно, не должны согласиться с первого разговора с этой позицией. Мы должны объяснять, и у нас тоже вот есть дети, которые сначала мальчик отказывался, а потом за полгода, когда с ним поработали наши няни и так далее, объяснили, что это не страшно, и это можно с этим жить абсолютно спокойно. Он принял решение все-таки вентилироваться. Но если человек не принимает, и вы дали ему возможность адаптироваться, и все объяснили, и дали время подумать, и он все равно повторяет свое решение, мне кажется, мы все равно как люди, мы должны понять и принять это, и дать ему возможность тогда уйти. В общем, к чему я это все говорю? Все это весело и красиво, когда смотришь слайды. Это надо обязательно развивать, и при этом не забывать, что есть куча этических вопросов, которые параллельно необходимо решать и с собой, и с семьей тоже. Сейчас я передаю слово Саше Левантин. Саша у нас в хосписе работает ведущим специалистом по респираторной поддержке, да, и мы на него возлагаем большие надежды. Если есть вопросы, тоже к ней потом подходите. Здравствуйте, меня зовут Саша, и я очень волнуюсь, потому что я никогда не выступала перед такой большой аудиторией. Так что простите меня, если я буду немножко запинаться. Окей, можем начать. Эмир Кустурица сказал, что жизнь нужна для того, чтобы любить кого-то изо всех сил. И моя история респираторной поддержки началась с того, что однажды, придя в свое отделение реанимации, я нашла там Степу, но он, конечно, был тогда в подгузнике привязанный, потому что у нас обычно так дети лежат в реанимации. Ну, в общем, в какой-то момент удалось перевести его в бокс, он стал жить там с мамой. И единственная проблема, по которой Степа не мог ехать домой, потому что Степа не мог сам дышать. Диагноз Степе так никогда и не поставят, потому что это было не СМА. Мы отправляли множество генетических анализов, но, в общем, так и не смогли определить, что это. И когда выяснилось, что, в общем, уже просто стало невозможно, потому что ребенок жил в реанимации с мыльными пузырями куча игрушек, а дома его ждала трехлетняя сестра Полина. Мы стали искать варианты и так узнали, в общем, об отделении Геннадия Германовича, куда Степу смогли перевезти. И там Степину маму Надю всему научили. И спустя пять месяцев мы поехали со Степой домой. Мне было ужасно страшно, потому что, в общем, не было никакой информации про домашнюю вентиляцию. И я часто смотрела ролики на Ютьюбе. Если вы наберете, я шла стори Хоум Вент. Это рассказ про то, как дети могут жить дома с аппаратом ИВЛ. И читала судорожную инструкцию к пуритану. В общем, очень переживала. Вот. И Степа приехал домой. У Степы большое количество братьев и сестер. Ну, и очень нужно было его вертикализировать. У нас не было ни корсета, ни специального кресла. Вот была подушка, которую мама Степа набила каменной солью, чтобы Степа перестал падать, садовое кресло. Потом мы купили в магазине валики для детей с ДЦП. И у Степы стала большая фиксация. Потом Степа вырос, и мы смогли сажать его в обычный стул. Вот. У Степа огромное количество родственников. Он со всеми играл, тусовался. Мы купали его в большой ванной. И Степа каждое утро просыпался, выбирал себе пижаму. И несмотря на то, что он ел через гастростом, он всегда обедал и ужинал со всей своей семьей за столом. Вот. И в больницу после этого мы ездили только два раза Планово с мамой на обследование с огромной тумбочкой игрушек, вещей. И вот даже так совпало, что день рождения Степа пришелся на очередную плановую госпитализацию. И это Кьяра Мастела, мой учитель. До того, как в нашей жизни появилась Кьяра, все дети, которых мы видели дома и забирали домой, это были дети со СМА-1. Они уже были трахеостомированы, жили долго в реанимации и нуждались просто в портативном аппарате для перевода. Но потом появилась Кьяра и научила нас, как можно ребенка брать, перемещать, как санировать, как использовать откашливатель. Рассказала совершенно другую философию про то, что есть три принципиально разных пути. Что есть естественный путь течения болезни. И это большой философский вопрос, который нужно постоянно обсуждать с родителями. И родители сами могут определять допустимый уровень помощи их ребенку. Есть неинвазивная вентиляция, которая может быть долго, может быть ограничена по времени, но мы чуть позже про это поговорим. И есть инвазивная вентиляция. И показала нам, что можно делать с мешком Амбу. И потом у нас появился Миша. Мишина родители сначала приняли решение, что они постепенно будут двигаться к инвазивной вентиляции. Что в тот момент, когда мы перестанем справляться с маской, они наложат Мишу трахеостому, чтобы он жил с ними очень долго. Но потом Киара приехала на конференцию, и родители послушали ее доклад, посмотрели на разных детей, в том числе на взрослых детей, которые зависят от аппарата искусственной вентиляции и легких, и приняли решение, что мы так делать не будем. Миши исполнился год, он уже не держал голову. Вот на одной из фотографий, где Миша лежит на коврике, это одни и те же трусы. Фотография разницы в год. Вот что делает СМА с детьми. Мы превентивно начали неинвазивную вентиляцию для Миши. Он очень быстро адаптировался к маске Пикси. Можно видео показать? Вот это. Вот здесь Мишина ладошка, я не знаю, насколько видно, лежит на машинке. Вообще для меня естественный путь при СМА – это про огромную любовь и про то, что можно радоваться каждому дню и придумывать много всего, чтобы ребенку было комфортно и он мог играть. В какой-то момент, когда родители Миши приняли решение, что мы не хотим ИВЛ, мы хотим естественный путь, мы стали регламентировать по времени количество часов на неинвазивной вентиляции, использовать протокол комфорта для того, чтобы ребенок не чувствовал дыхательную недостаточность в течение дня. Хорошо известная вам теперь девочка Диана. Вот Диана в костюме принцессы. А еще есть соседняя фотография, где Диана – это ее сестра Даша. Даша младшая сестра, и мы всегда очень радуемся, когда рождаются сиблинги в семьях с детьми со СМА, потому что нам это говорит об уровне нашей работы, что у родителей хватит времени на еще одного ребенка и что они не боятся и со всем справятся. Диана действительно находилась в отделении реанимации. Это был очень тяжелый период для нас, потому что мы считали, что можно экстубировать ее на второй день, но заведующий отделением Морозской больницы был против. В итоге Диана сидела с интубационной трубкой во рту, с, не знаю, там, 20 слоями пластыря на лице, потому что нам говорили, что нет, Нива, вы сумасшедшая, это только для взрослых, которые храпят. И я очень благодарна Геннадию Германовичу. Без его содействия не получилось бы экстубировать Диану. Спасибо. Очень ее люблю. Тимоша. Тимоша был, он родился не в Москве, диагноз мы один поставили в городе, где они жили и сказали то же самое, что говорят большинству родителей детей со СМА, что ну, живите, сколько проживете. И не рассказывали про позиционирование, про санацию. В итоге родители приехали в Москву жить вместе с Тимошей, в какой-то момент Тимош стал совсем трудно дышать, он посинел, была реанимация, экстренная интубация, и дальше он жил с интубационной трубкой три месяца. Родители обратились к нам, мы предоставили им всю информацию о возможных вариантах, и они сказали, что они не хотят трахиостомы, не хотят ИВЛ. И когда первый раз мы приезжали в Милан, Киара кричала на нас, что мы глупые русские, ничего не знаем, и сказала, читайте книги Джона Баха, мы к этому моменту уже прочитали, поэтому знали, как экстубировать Тимошу. И нам это удалось. Тимошу первые сутки почти 24 часа был на НИВЛ, мы использовали откашливателя, конечно, всему научили няню, он успел погулять, к нему ходил игровой терапевт, он пожил дома и ушел дома вместе с родителями, без реанимации. И ключевой момент, который очень важен, это раннее обучение родителей, особенно у малышей. И очень важно говорить им про позу безопасности, что мама всегда должна думать, куда потекут слюни, и как будет отделяться мокрота. Ребенок всегда должен находиться в безопасном положении, потому что аспирация, особенно у малышей, может прекратить все мгновенно. Мама должна знать, как удалять мокроту, и мы используем откашливатель, делаем эйрстекинг самбу, делаем ручной маневр для кашля и всегда просим родителей, особенно маленьких детей, везде и всегда носить с собой портативный аспиратор, можно видео. Это видео о том, что если правильно подобрать девайсы для санации, это не страшно, вот у Лизы смоодин, у нее режутся зубы, огромное количество слюны, она лежит, смотрит мультики и сама пользуется своим аспиратором, когда чувствует, что слюны становится слишком много, ей неудобно. Очень важно учить родителей пользоваться всем прибором и проговаривать с ними, что делать при ЧП ситуации, говорить, как будет проявляться респираторный дистресс у ребенка, чтобы они в любой момент могли оценить ситуацию. Мы просим всегда носить с собой мешок амбу, портативный пульсоксиметр, конечно, не такой большой монитор, как на этой фотографии, и портативный аспиратор. Когда мы первый раз знакомимся с семьей, и семья обращается в хоспис, мы говорим о том, что им нужно будет принять решение. И это очень страшное и тяжелое решение, особенно у детей со СМО-1, потому что это история либо о том, что ребенок проживет мало и уйдет без страданий, или это решение о том, что он будет длительно на аппарате вентиляции легких, но при этом в какой-то момент перестанет двигаться совсем. Никто не беременеет в смысле, что с ним так произойдет, и обычно новость о том, что такое СМО-1, это взрыв ядерной бомбы, которая рушит все планы семьи. Поэтому мы не требуем от родителей принять решение в день знакомства. Мы рассказываем, честно, про природу их заболевания, какие есть современные методы лечения, в том числе рассказываем, что касается СМО, про препараты, которые появились, но которые в ближайшее время, конечно, будут недоступны в России. О том, какую поддержку мы можем оказать, про типы вентиляции и возможность оказания палеотивной помощи. Но мы всегда говорим семье, что что бы они ни выбрали, мы будем с ними всегда и до конца, при любом выборе их пути. Предлагаем им посетить семьи, в которых есть ребенок, который длительно вентилируется, и семьи, которые выбрали естественный путь, потому что родители, которые прошли через это, могут рассказать об этом намного лучше, чем доктор. И самый тяжелый момент, когда у вас перед вами лежит этот ребенок, и вы должны абсолютно непредвзято дать информацию про выбор пути. И лично для меня это очень тяжело каждый раз, не сорваться и не придумать для семьи готовое решение, в зависимости от моего мировоззрения. А также мы всегда говорим родителям, что в любой момент они могут изменить свое решение, но рассказываем про последствия, когда, например, они решаются на экстренную интубацию, когда у ребенка уже есть гипоксическое поражение центральной нервной системы. К сожалению, такие дети у нас тоже есть. И говорим, что есть стратегия. Есть два пути. Естественный путь течения болезни, в основном его выбирают родители детей со смадина. И вентиляция. Есть команда в детском хосписе. И самая главная часть этой команды – это, конечно, родители, потому что мы все приходим эпизодически, и они борются со СМА 24 часа в сутки. Респираторный терапевт, физический терапевт, педиатр, медицинская сестра, невролог, диетолог, игровой терапевт и няня. Няня – это тоже очень важная часть семьи, потому что няня – это свобода для мамы, и няня обучена всем приемом оказания помощи детям, наверное, лучше, чем некоторые педиатры и неврологи, уж точно. Можно видео? Это опять Диана. Вот это видео иллюстрирует работу команды. Игровой терапевт подобрал для Дианы игры, в которые она может играть сама. Это резинки из докатлона, на которых держатся идеальные руки. Вы можете все приехать домой и купить их для своих детей. И стойка сделана из легких пластмассовых водопроводных труб, чтобы Диане было удобно держать руки. Ведь пресма – мышцы абсолютно здоровые. Они атрофируются, потому что нет движений. Чем больше мы сможем адаптировать среду к спонтанным движениям, тем медленнее будет проходить атрофия. Вот Диана сидит в своем кресле с корсетом, в своем электрокресле даже. Вот это пример работы команды «Социальная адаптация ребенка». Спасибо. Цели команды – это обучение и поддержка родителей, профилактика осложнений, качество жизни семьи в целом и ребенка. Это наш главный приоритет. Аксивизация, социальная адаптация и ноль экстренных интубаций и минимум госпитализации. Вот, например, в истории с Мишей. Миша был в больнице один раз, на 15 минут мы ездили делать рентгеновский снимок. И вообще стараемся наших детей никогда в больницу не возить. И всегда этого очень боимся, потому что есть, во-первых, трудности с коммуникацией. А самое главное, что для детей это опасно, потому что всегда есть риск подцепить какую-нибудь противную внутрибольничную инфекцию. И если все получается, получается всех научить, подобрать вентиляцию, подобрать откашливатель, то начинается совсем другая жизнь. И самое главное еще подобрать удобное кресло, потому что тогда не страшно ходить, гулять, участвовать в гонках, плавать в бассейне и вот так вот случайно в отеле встретить подругу. Но иногда дети уже с трахеостомой или патогенезовой болезни такой, что ИВЛ это единственный вариант. И тогда этот аппарат становится единственной проблемой, чтобы вернуться домой. Но мы уверены, что все должны жить дома с мамой и с семьей. Вот мне 28 лет, я не представляю себе, что если я окажусь в больнице, там не будет моей мамы, она даже сейчас сидит и меня поддерживает. Но, наверное, не все такие инжентильные, как я. При любой проблеме всегда можно вернуться домой. Это Ваня. У Вани миопатии Эмери Дрейфуса. И он нуждается только в ночной вентиляции. Трахеостомы мы наложили на третьи сутки пребывания в реанимации. Я считаю, что Ваню можно и нужно доканулировать, но очень боюсь это делать, потому что он живет в деревне Сусанино Костромской области. И от Костромы до Сусанино всего 20 километров, но ехать нужно час, потому что у меня есть подозрение, что там ковровые ракетные бомбардировки проходили, там очень плохая дорога. И скорая помощь периодически просто отказывается зимой туда ехать, потому что все во льду. Мама хорошо знает, что делать с трахеостомой. Если бы Ваня жил в Москве, конечно, мы бы ее убрали. Но там это трубка, которая может спасти Ване жизнь. Вот еще когда ты дома, то можно устраивать праздники. Когда твоя мама умеет менять трубочку, санировать и знать все про аппарат, то можно гулять и путешествовать на любые расстояния, играть и развиваться. Можно помогать маме выбирать продукты в магазине, регулярно ходить в бассейн, даже зимой. Еще можно заводить друзей, летать на вертолете и готовить пиццу. Итак, с чего начать? Я очень долго пыталась сформулировать этот слайд. Я думаю, что нужно начать с того, что прокачать свое знание и физическую подготовку, потому что иногда вам придется бегать, например, с концентратором кислорода для ребенка с ЭВЛ, у которого началась пневмония, по лестнице на 11 этаж. Или очень долго показывать на приеме, как делать гимнастику с мешком амбу 10 пациентам подряд. Нужно иметь очень сильные руки. Прочитать подмет. И все, что вы найдете, просто набирайте home ventilation. Посмотреть ролики на YouTube, их очень-очень много. Просто чтобы придумать, как сделать так, чтобы дома вашим пациентам было удобнее. Заранее разработать планы в случае экстренных ситуаций. Я живу спокойно, потому что я знаю, что даже если мой пациент попадет в городскую реанимацию, то на следующий день смогу позвонить Геннадию Германовичу, он нас всех спасет. С пальчикового пульсоксиметра можно купить на Алиэкспресс за 150 рублей. Мешка амбу и портативного аспиратора. Это минимальный набор, с которым хоть как-то ты контролируешь ситуацию. Очень важно подобрать оборудование, доступное именно в вашем регионе. То, чего не нужно ждать поставку по 6, 8, 9 месяцев. И полностью изучить подобранное оборудование, потому что очень часто первое время будут случаться ситуации, что, например, в 4 часа утра вам звонит мама и говорит, какая тревога на аппарате. А вы вообще с трудом осознаете, кто вы, но про тревогу объяснить маме должны, потому что не будет времени читать инструкцию, скорее всего. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ